Всем привет! Продолжаем знакомиться с Кудой. Ну и я продолжаю знакомиться вместе с вами. И за основу у меня взята книга «Технология Куда в примерах. Введение в программирование графических процессоров». Автор Джейсон Сандерс и Эдвард Кендрадт. Ну, я думаю, когда мы пройдем всю эту книгу, можно будет уже поразбирать другие примеры, либо что-нибудь самому придумать, если будет время. Короче, сегодня мы продолжим и сегодня создадим, ну точнее не создадим, здесь уже все написано. И наша тема это создание эффекта волн на GPU с использованием нитей. То есть все копирайты здесь сохранены, код не мой. Но сейчас мы его разберем. Ну как бы разберем, что тут есть. Итак, как и в предыдущей главе, мы вознаградим вас за терпение, представив более интересный пример, в котором демонстрируются некоторые из обсуждавшихся приемов. Мы снова воспользуемся вычислительной мощью GPU для программной генерации картинок. Но чтобы было интереснее, мы еще их и анимируем. Ну, как это будет выглядеть? Вот, вот так. Вот вы видите эффект волн. Ну или еще как-нибудь можно назвать. Короче, идем дальше. Весь не относящийся к коду, точнее к делу кода анимации, вынесен во вспомогательные функции. Так что владение компьютерной графикой или техникой анимации от вас не требуется. То есть все, ну по сути, вся анимация, точнее не анимация, вспомогательный код содержится вот в таком файлике. Он у меня в репозитории лежит, там common, куда common, ну короче, в репозитории он есть, там где все уроки. Поэтому, в принципе, можете поразбирать, что и как. Суть не в этом. Итак, и так, и так, и так. Наиболее сложная часть, это она как раз скрыта в этом вспомогательном классе. CPU, аним битмап. Вот она, вот здесь вся как бы сложная часть, ну анимации. Как и раньше, мы выделяем память с помощью kudamalak. Где у нас, где у нас, вот. Вот, как и раньше, мы выделяем память. Исполняем код на устройстве, в котором используется выделенная память, а затем освобождаем память, вызывая kudafree. Эта последовательность теперь должна уже казаться нам рутиной. То есть, рутиной должно казаться вот выделение памяти и там освобождение. Что-то я вот здесь не вижу, кстати. А, есть, есть. И так, в этом примере мы немного усложнили способ выполнения среднего шага. Исполнение на устройстве кода, в котором используется выделенная память. Мы передаем методу anim.anime.exit указатель на функцию generateFrame. Класс будет вызывать ее всякий раз, когда понадобится сгенерировать новый кадр. Вот наша функция, которая генерит новый кадр. В четырех строчках этой функции заключены важные концепции CUDA-C. Во-первых, мы объявляем двумерные переменные блок и threads. Понятно, что если blocks это число параллельных блоков в запускаемой сетке, а threads число нитей в одном блоке, то есть это, я думаю, понятно, да? Блокс это число параллельных блоков в запускаемой сетке, а threads число нитей в одном блоке. То есть у нас много блоков, и в каждом блоке вот такое количество нитей. 16 на 16. Так как мы собираемся генерировать изображение, то используем двумерную индексацию, так что у каждой нити будет уникальный индекс x и y, которому легко поставить в соответствие пиксель в создаваемом приложении, точнее изображении. Мы решили, что блоки будут содержать массив нитей размером 16 на 16. То есть каждый блок, каждый отдельный блок будет содержать массив нитей 16 на 16. Если размер изображения составляет dim на dim, то есть dimension на dimension, ширина и высота, да? Так, где-то вот. То для того, чтобы на каждый пиксель приходилась одна нить, нужно будет запустить dimension делим на 16, и тут dimension делим на 16, ну ширину и высоту на 16. Такое количество блоков. То есть это мы уже в предыдущем примере смотрели. Так вот, чтобы, еще раз повторяю, да, для того, чтобы на каждый пиксель приходилась одна нить, нам нужно запустить вот столько блоков. И сейчас вы видите картиночку, которая демонстрирует, ну как выглядит такая конфигурация блоков и нитей для изображения шириной 48 пикселей и высотой 32 пикселя. То есть мы видим двумерную иерархию блоков и нитей для обработки изображения, как я уже сказал, размером 48 на 32 пикселя по одной нити на пиксель. То есть мы видим у нас в ширину 3 блока, на каждый блок двумерный массив по 16 на 16 нитей. То есть, соответственно, в ширину 1 16, 2 16, 3 16 и получится 48. А в высоту у нас размерность блоков 2. Соответственно, 16 плюс 16 будет 32. Вот, соответственно, обработка такого небольшого, конечно же, до смешного маленького изображения. Но на каждый пиксель приходится одна нить. Ну что ж, идем дальше. Если вам доводилось заниматься многопоточным программированием для центрального процессора, то вас, наверное, удивит, зачем так много нитей. Ведь, чтобы выполнить анимацию высокой четкости на экране, скажем, 1920 на 1080, ну или Full HD, будет создано более 2 миллионов нитей. На GPU создание и планирование такого гигантского количества нитей это обычное дело, тогда как на центральном процессоре никто об этом и помышлять бы не стал. Поскольку управление нитями на центральном процессоре осуществляется программно, он просто не может справиться с таким количеством нитей, как GPU, как графический процессор. Но раз мы в состоянии создать по одной нити для каждого обрабатываемого элемента, то параллельное программирование для GPU оказывается гораздо проще, чем для CPU, чем для центрального процессора. Объявив переменные, в которых будут храниться параметры параллельного исполнения, мы просто запускаем ядро, вычисляющее значение пикселей. Ядру необходимо знать две вещи, которые мы передаем в виде параметров. Во-первых, нужен указатель на область памяти устройства, в котором будут храниться вычисленные пиксели. Эта память выделена в функции main с помощью, как мы видим, куда мало. И указатель на нее помещен в глобальную переменную. Однако переменная глобальна лишь в коде, исполняемом на CPU, на центральном процессоре. То есть вот у нас это, скажем так, переменная, и она глобальна, вот здесь, короче. Поэтому ее необходимо передавать в параметры, чтобы исполняющая среда CUDA могла сделать ее доступной в коде, исполняемом на устройстве. То есть здесь же мы вызываем функцию, так, так, точнее, точнее, а, да, вот, функцию, и в которую нужно передать. Что передать? Вот указатель на наши данные. Соответственно, потом эти данные, этот указатель, передается уже исполняющей среде CUDA. Во-вторых, ядро должно знать текущее время анимации. Текущее время анимации вот передается вот таким параметром текущее время, текущее время передается функции generateFrame из инфраструктурного кода в классе CPU animBitmap, но в который расположен вот здесь. Поэтому мы можем переправить его ядру без изменений. И давайте посмотрим на код самого ядра. Первые три строчки кода самые важные. Здесь каждая нить определяет свой индекс в блоке, а также индекс своего блока в сетке, и преобразует их в уникальный индекс x и y пикселя в изображении. Таким образом, когда нить, скажем, с индексом, к примеру, нить с индексом 3 и 5, в блоке, в блоке из блока с таким индексом, к примеру, 12,8, так, давайте вот так вот, или даже давайте вот так вот, к примеру, мы имеем блок с индексом 12,8, вот блок x и y есть, да, и есть нить у нас для этого блока, мы знаем, что для каждого блока у нас двумерный массив нитей, 16 на 16, то есть каждый блок имеет свою индексацию, и в каждом блоке еще 16 на 16 нитей. Ну, вот, к примеру, есть блок и, к примеру, вот такая вот нить. Давайте я еще вот так вот сделаю, три точечки, три точечки. Так вот, таким образом, когда нить с индексом 3 и 5, в блоке 12,8, начинает выполнение, она знает, что слева от нее есть 12 полных блоков, то есть слева отсюда 12 полных блоков, а сверху, сверху туда 8 полных блоков. Внутри же блока, слева от нити с таким индексом, находятся 3 нити, слева идут 3 нити, а сверху над ней 5 нитей, то есть, я думаю, вы уже представляете, да, двумерный массив блоков, и для, ну, по той картинке, которая демонстрировалась, да, и для каждого блока 16 на 16 нитей. Поскольку всего в каждом блоке 16 нитей, то получается, что слева от рассматриваемой нити, слева, имеется, имеется, сколько же имеется слева? Так, 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 3 нити плюс 12 блоков, давайте, вот, B это блоки, а T это трет, ну, нити, 3 нити плюс 12 блоков, и умножить на 16 нитей, и получится 195 нитей. А над ней, то есть, это слева, left, а up, а сверху, да, а сверху 5 нитей, 5, T умножить, точнее, не умножить, а плюс, да, где-то плюс, 8 блоков, и умножить на 16 нитей. И получаем 128 нитей. Это и есть вычисление x и y в первых двух строчках. Вот, как раз вот это, скажем так, вычисление. Именно так мы отображаем индексы нити и блока на координаты пикселя в изображении. Вот, по факту, вот такое вот вычисление. Далее мы просто линиоризуем эти значения x и y, вот, и получаем смещение пикселя от начала выходного буфера. То есть, это у нас входной буфер. Какой? По факту, это одномерный массив. Ну, точнее, двумерный массив в виде одномерного. То есть, эта формула, с этой формулой вы уже сталкивались. И проблемы, я думаю, уже нет. То есть, все это аналогично вычислениям, проделанных в разделах предыдущих, когда мы складывали более длинные вектора на GPU. Поскольку мы знаем пиксель x и y, мы уже знаем, который должна обсчитывать эта нить и время, когда она должна вычислять его значение, то можем вычислить произвольную функцию от x, y и t. t это время. И поместить результат в выходной буфер. В данном случае, функция порождает синусоидальную ряд. то есть, вот основной расчет. Вот основной расчет. Ну, в принципе, все. То есть, вот здесь у нас записывается цвет. Ну, можете поиграться этими значениями. Наверное, цвет, да, gray. Можно, можно, давайте, я прямо сейчас изменю какое-то значение. Я не менял, ну, давайте, давайте, блин, а какое же изменить? Давайте тут один. То есть, как вы видите, не все так сложно. Если не спешить, если не спешить. и где тут, блин, давай, короче, вот так. И у нас получается генерация картинок. О, вроде волны поменьше стали. Да, если я поставлю 50, то волны, по идее, будут побольше. ну, можно попробовать. У меня просто не доходят руки. О, вот так вот. Не доходят руки. Можно было бы попробовать, у меня где-то в старых еще видео были примеры анимации снега. Вот. Так вот, я думаю, если у меня все-таки руки дойдут, то можно взять и вычислять значение каждого пикселя, вот, используя GPU. Если же, ну, я не обещаю, что скоро у меня дойдут руки до этого, но попробуйте сами сделать такую анимацию снега. То есть, алгоритм довольно простой. Снежинка падает вниз, если ей можно падать. Да, если внизу уже, можно даже без скапливания. Это проще всего. Просто снежинки падают вниз. вниз, там, до низа экрана доходят, ну, как бы и пропадают, там, сверху опять она падает. Вот. То есть, попробуйте тоже переделать этот код, ну, или написать самому, чтобы вот снежинки падали. Падали. Давайте 800 на 800 сделаем здесь разрешение, чтобы в репозитории я залил уже такое. во, 800 на 800. Ну, на сегодня все. Поэтому, поэтому разбирайтесь, ничего особо сложного нету. Самое главное, конечно же, привыкнуть к вот таким вот вычислениям. А для того, чтобы привыкнуть к таким вот вычислениям, нужно опять-таки смотреть на ту картинку, которая была показана в этом видео, и примерно для себя как-то, то есть не обязательно так, как я написал это, возможно, непонятно, а для себя схематически вот нарисовать один раз вот эти все индексации, блоки, нити, и в следующий раз всегда пользоваться. Вот. Как же оно на самом деле, сколько параллельно блоков, ну, точнее, нити исполняется и все такое, об этом на самом деле можно пока даже и не париться, потому что на себя это, как я уже говорил, берет менеджер видеокарты, у NVIDIA там есть свой менеджер, который там запускает, это все распределяет, короче, это он сам все там разруливает. Возможно, когда-нибудь доберемся до внутреннего устройства, вот, ну, об этом я уже говорил в предыдущих видео. Ну, а на сегодня теперь точно все. Всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока!